Здравствуйте дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня вы на канале Роза от Макса. Сегодня 1 ноября. Давно у нас не было эфиров, так как очень много было работы. И основную работу выполняем мы сами, своей семьей. Приходилось обрезать саженцев роз. Мы прививаем именно наши розы зимой. В конце января, начало февраля мы уже начинаем прививать наши саженцы. Ну и двухлетние, трехлетние саженцы роз также у нас они есть. Мы их приобретаем в КФК Грандифлора. Те остатки, которые у нас остаются, которые мы не успеваем реализовать, также зимуют у нас. И мы уже потом их высаживаем в горшки. Но в этом году мы также часть роз прививали и высаживали себе в открытый грунт. Доращивали их, чтобы увеличить объем определенных сортов. Потому что в этом году мы прививали много Анджелы. Ее не хватило. Ну и мы ее немножко приостановили продажу, чтобы вырастить именно уже двухлетний мощный саженцы роз. Что касается интернет-магазина, каталог мы обновим. Ну, скорее всего, в декабре мы уже обновим каталог роз в нашем интернет-магазине. Мы выставим уже двухлетний саженцы роз, который у нас будет в продаже на 2024 год. Это у нас будут розы в горшках. Это будет уже известно в декабре. Сможете уже зайти в наш интернет-магазин розы от Макса и ознакомиться с каталогом. А в январе уже начнем принимать заказы. Непосредственно в интернет-магазине люди делают заявочку, нам приходят на e-mail. И мы уже регистрируем у себя. И уже потом будем связываться с нашими покупателями. Также можно связаться с нами в WhatsApp, написать нам в WhatsApp. Может, какие-то сорта розы вас интересуют. Мы сможем вам ответить по наличию. Те покупатели, которые приобретали розы у нас в 2023 году, это молодые саженцы в роликах. Или, как многие в тубах говорят, мы их называем в роликах. Прививать мы их начнем конец января, начало февраля. И уже конец февраля, начало марта, мы уже сможем обновить наш каталог. И уже принимать заказы именно на молодые саженцы. Раньше у нас не получится. Потому что, все-таки, сами понимаете, нам нужно привить определенное количество. И потом уже понять, какие у нас сорта уже приживутся, а какие-то нет. Также многие спрашивают, ценовая категория на розы. В этом году мы реализовывали наши саженцы, отправляли. Цена была на двухлетние саженцы роз 650 рублей. Это четырехлитровые горшки. Молодые саженцы мы реализовали в роликах по 350 рублей. Цена изменится, потому что все колоссально подорожало, начиная от изоленты, заканчивая транспортными расходами. Помник вырос в цене в два раза. Также все расходы, тем более учитывая, что у нас зимняя прививка, это расходы на газ, свет, на обогревание теплицы. Так как у нас теплица одна зимняя, в которой сейчас нахожу. Ну, тут сейчас сзади меня черный фон. Это пленка. Мы закрывали, потому что на улице у нас потеплело. Уже третий день температура 16 градусов днем. ночью, вот, сегодня было 10 градусов тепла. Прям, не знаю, для нас это было, конечно, шок. Ну, хранение роз мы немножко уже в этом году изменили. Построили хорошее хранилище с сплит-системой, которая понижает температуру. Так что уже для нас это уже, скажем так, хранение роз, а это уже не страшно. Ну, и показываю, как мы уже произвели обрезку саженцев роз. Это двухлетние саженцы роз, которые мы приобретаем в КФК Грандифлора. Ну, и часть, конечно, наших двухлетних роз, которые мы или не реализовали, доращивали в открытом грунте. Они хранятся у нас при отделенной температуре. Вот, установили мы, утеплили здание, установили сплит-систему, которая охлаждает помещение, потому что в связи с такими погодными условиями у нас то холодно, то жарко, и розы. Розы в предыдущие годы были такие моменты, что они какие-то просыпались, входили в спячку. Для нас это очень было неудобно, для растений уж тем более. И также уже начинаем заготавливать прививочный материал для нашей зимней прививки. А вот тем розоводам, которые рано обрезают розы, которые уже начинают обрезать чуть ли не в сентябре или в октябре месяце. Вот в октябре месяце многие уже запереживали люди, начали обрезать, было немного похолодания. Люди обрезали, а потом уже пошли дожди, и вот это потепление. То есть розы некоторые могут пойти в рост. Это очень плохо для растений. Пишить нельзя. Везде можно посмотреть погоду, отследить. И я думаю, какое-то брюльное количество, у кого не так много роз, можно обрезать и подготовить к зиме за 2-3 дня. Также хотел поговорить с вами о новых сортах роз. У нас в этом году будет достаточно много сортов роз. Рост, именно я имею в виду, что приобреталось в 21-м году, в 22-м году от фирмы Кордес. Но какие-то мы в любом случае оставили еще, какие-то посмотрели, как они растут. Ну, для примера, скажем, вот роза Дивайн, плетистая, перинеял Домино. Но в этих розах мы пока разочаровались, потому что вот мы высадили в этом году. Розы брали у оригинатора. Розы не цвели, наросли они, да, все хорошо, но цвести они не цвели ни разу. Ну, пока выводы делать не будем очень быстро. Мы посмотрим еще за ними. Еще оставим на следующий год. Посмотрим, может что-то изменится. Хотя оригинаторам заявлено, что цветение обильное, там повторное, все хорошо. Но цветение не мы, не фирма КФК Грандифлора, также мы связываемся постоянно с ними, обмениваемся опытом, какими-то советами. Ну, больше мы у них, конечно, спрашиваем, потому что у них очень колоссальный опыт выращивания саженцев роз. Ну, и мы как бы тоже не отстаем от них, стараемся развиваться и идти вперед. Так что эти сорта мы пока приостановим, мы их прививать не будем. Вот которые мы видели, да, они цвели хорошо, они хорошо наросли, порадовали нас. Те сорта мы обязательно привьем, будут обязательно новинки, да, которые мы приобретали в 22-м году, в 21-м году. Там и флорибунды, и чайно-гибридные розы, ну, их не так много, но что-то есть. И мы уже их наблюдали. Те сорта роз мы будем обязательно прививать, и уже выставим их в продажу. Также многие спрашивают, по сортам роз очень много было вопросов. Чандас Бьюти, Лав Сонг. Эти сорта у нас будут в продаже, как и двухлетние, так и молодые саженцы. Ну, двухлетние уже точно они у нас есть. По молодым саженцам, да, будем смотреть, как привьются, тогда уже будем. Двухлетние саженцы роз, они у нас есть, и мы их выставим в продажу. Не такой большой объем, как хотелось бы. Еще раз напомню, что заказать розы можно в интернет-магазине розы от Макса. В горшках розы мы отправляем компании СДЭК. Только компании СДЭК мы отправляем саженцы роз в горшках. Это уже кто покупатели наши заказывал, уже знают. Розы всем доходят. А что касается молодых саженцев роз, в том году мы, конечно, да, немножко с объемами не справились, потому что я, можно сказать, этим занимался один, именно отправкой роз. На следующий год мы уже, да, немножко увеличим штат. Но опять-таки же это все будет заниматься наша семья, потому что одному с этим не справиться. именно отправкой саженцев роз. И мы начнем уже более конкретно заниматься отправкой молодых саженцев роз, как компанией СДЭК, так и почтой. Почтой мы тоже уже отправляли небольшой объем. Были по тому году, конечно, были моменты, что с кем-то я не успел связаться, может быть, кому-то, да, и не отправил с кем-то. Позже связался, люди уже отказались, но это была вина непосредственно наша, с объемом заказов и с количеством. Ну, пересмотрели, и на следующий год, я думаю, что все будет хорошо. Мы увеличили, как и двухлетний саженцы рост, не очень намного, не на большой объем, но, тем не менее, увеличили, продолжаем развиваться, улучшаться, только вперед. Что касается и молодых саженцев тоже. Мы тоже увеличим объем, то есть роз уже будем прививать больше. До этого мы прививали не такое большое количество, но в этом году мы увеличим объем, так как у нас с каждым годом, слава богу, наших покупателей становится больше, как в Курской области, так и по всей России. Люди заказывают и достаточно активно заказывают наши розы. Ну, я думаю, что всех порадовали наши розы, все остались довольны. Ну, и будем, естественно, только улучшать наше качество, только продвигаться вперед, потому что эта работа нам нравится, ну, и будем только ее развивать. Также на нашем канале многие спрашивают о зимней прививке саженцев роз, кто-то пишет, ну, не многие, но пишут. Люди, вот, вы обещали показать зимнюю прививку, все такое, только были одни обещания. Да, изначально у нас были выложены на YouTube-канале видеоролики, где мы прививаем, наши розы показываем. Ну, просто такой объем вопросов чуть ли не со всей России и начинают писать, звонить, спрашивать, а как вы это делаете, как вы это делаете. Уже было видео, я повторялся, и повторюсь, что наш канал был создан не для того, чтобы объяснить людям, показать, как мы выращиваем, чтобы научить кого-то, а просто показать нашим покупателям, что мы конкретно сами розы прививаем, сами их выращиваем и реализовываем, чтобы получить от наших покупателей большое доверие. что те люди, которые хотели, может быть, научиться от нас, то, извините, нет у нас такой, скажем так, и заинтересованности кого-то научить, и также желания кого-то научить, хотя в этом, я думаю, особо проблем нету, это просто нужны годы, годы тренировок. У нас на это ушло очень много времени, я, можно сказать, вырос. с детства мои родители прививали розы, когда мы жили в Прибалтике, и потом работал в КФК Гранди Флоре также, небольшое время, много у них учился, и до сих пор продолжаю учиться, много читал литературы, читать нужно, развивать себя, вкладывать в это силы, и тогда у людей все получится. На этом бы я с вами хотел попрощаться, всем пожелать здоровья, хорошего настроения, любите розы, занимайтесь розами, выращивайте розы, розы всех радуют людей, не только наших покупателей, а всех вообще во всем мире. Всем хорошего настроения, до свидания, до новых встреч.